Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона. Итак, наконец-то вышла демо-версия Resident Evil. Ребят, пока еще можно посмотреть только трейлер, да, больше ничего нельзя. До игры остается чуть больше одного дня. Я надеюсь, что в следующей демо-версии мы уже сможем поиграть, а не будет второго трейлера. И что я жду от игры? Первое, ребят, что я жду от игры, мы сейчас, конечно, обязательно посмотрим трейлер, посмотрим в нем что-то, может быть, мы сможем уловить интересное. Но я жду какого-то более открытого мира и больше загадок, ребят. Я обещаю, что я сделаю максимальное количество гайдов, может быть, каких-то пасхалок, секретов, раскрытых, сундуков, каких-нибудь кодов, вещей там, не знаю, дробовиков, еще чего-то. Если это будет в игре последний Resident Evil, мне очень понравился, он был коридорный абсолютно, и в нем не было никаких загадок. Итак, давайте посмотрим, что нам предлагает трейлер, что мы в нем увидим, ребят. Так, пока мы видим какое-то шептание, какие-то, какие-то символы, да, символы подкова и что-то еще. Окей, пока не понятно ничего. Так, нас тащат, видимо, это мы. Я, ребят, очень надеюсь, что это будет какой-то не коридорный шутер, да, там обычно стреляя. Будут именно загадки, как это было в Resident Evil, где мы ходили в доме, где вы могли пойти в одно место, найти одно, пролезть в другом месте. То есть было столько ходов. Так, вот она деревня. Деревня, ребят, возможно, где-то я буду брать паузу, и мы посмотрим, ну, то есть в мае. Пока, как бы, ничего не понятно. Так, давайте присмотримся здесь, что у нас. Так, мы с дробовиком. Помещение довольно обширное, то есть явно не коридорного плана. И вот они, монстры. Монстров что-то очень много, как-то, походу, будет серьезный шутер. И, как мы видим, момент будет, скорее всего, где нужно, будет просто убегать, ребят, бежать очень быстро и смываться от зомбаков. Да, видимо, это, возможно, это будет самое начало игры, да, что мы откуда-то сбегаем, чтобы разобраться, в чем дело. Так, вот она, Леди Димитреска, ее вампирши какие-то. Это, видимо, какое-то жертвоприношение кровью, да, ребят, очень-очень-очень интересно. Очень интересно. Придется ли с ней бороться? Непонятно пока. Так, мы в доме. С дробовиком, ребят, значит, будет дробовик. О, будет машина, то есть это не какие-то старые времена получаются, а это времена, когда... Я почему-то думал, что это совсем еще до времени машин, но нет, нет, это уже такое, видимо, более современное время. Так, это тут уже какие-то прям все бандюки в одном месте. О, будет снайперка, ребят, что тоже немаловажно, да? Здесь какие-то непонятные строения. И будет зверюги. Зверюги какие-то прям мощные, с ними, видимо... Ох ты, ёлки-палки. Непонятно еще, как с ними нужно будет воевать. Толстяк был, ребят, просто был какой-то толстяк. Ну, трейлер такой какой-то быстро динамичен, то есть в нем прям что-то глобально уловить сложно, но... Пока теплится, ребят, надежда, что это будет более развернутый, открытый, как говорится, мир. Ну что, ну вот он, Resident Evil 8, деревня, ребят. Так, а может быть... Нет, это все еще трейлер, я так понимаю. Да, играть нам игра сегодня не даст, то есть мы не поиграем. Но через два дня, даже чуть меньше получается, мы уже сможем сделать первые шаги в игре, ребят. Ну вот, на этом и все. Очень коротко, прям ничего особо тут не выжить, но кажется, что должно быть интересно. Кажется, что это будут какие-то интересные загадки, будет какая-то развернутая, то есть не будет коридора. Главное, чтобы это был не коридор, ребят. Я готов терпеть в этой игре какой-то там массовый шутер, но лишь бы это было с большим количеством загадок, сложных загадок, да, чтобы это не так просто разгадывалось. Ну что, посмотрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Удачи, увидимся в Resident Evil, деревня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok